всем привет алоха не так давно мы выложили видео где 24 часа питались только вирусными рецептами и вам оно очень понравилось а нам нравится когда вам нравятся наши видео поэтому мы будем продолжать нашу рубрику и сегодня мы протестируем целых три самых вирусных рецептов в интернете вирус не не бывает и расскажем вам можно ли их есть и готовить не теряем времени поехали так тетенька вижу тетеньку тетенька крутят мясо лепит мясо на лепёху обжарка переворот да очень изящно перевернула хорошо что не обожглась соус в баночке у нас да соус в баночке все смешивается гениально просто без подозрения у меня что рецепт может быть хорошим о мне нравится размер этих огурчиков начнем с соуса по идее он должен получиться как в настоящем биг маки лайфхак в том что все ингредиенты мы добавляем в баночку майонез горчица кетчуп немного меда и яблочного уксуса теперь можно сказать что эта баночка прошла афганскую войну добавляем в это безобразие мелко нарезанные огурчики и как следует трясем плотно закрыв крышкой несколько простых манипуляций фаршем солим перчим и перемешиваем берем лепешку и лепим на нее фарш прижимаем как следует чтобы фарш прилепился еще одна прикольная лайфхачность этого рецепта в том что жарить мы будем фарш вместе с лепешкой вот так вот мордой вниз через 5 минут переворачиваем лепешку с помощью крышки и делаем это очень аккуратно чтобы сок не попал на стол ну и дальше собираем как подскажет фантазия нам она подсказала положить сыр салат айсберг и конечно же залить все биг маковским соусом это лепешечка 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 биг мак лепешечка по мотивам бургера биг мак или биг хит вот так вот что ли по мне так лепешка класс лепешечка хороша она очень похожа на настоящий биг мак единственное что я улучшила бы это знаешь так подрумянила я уже после того как в ней начинка появилась да ну и соусом надо поэкспериментировать там в общем на глаз в целом идея топ ставлю 7 из 10 8 из 10 дядя ник воткнул и нажим не мешайте ну понятно обмакангу не стангу обмакнул охладил и все стекло съел у нас то называется в россии что-то в стекле друзья какой самый популярный вопрос вы задаете нам комментарии и это не помыл буквы r вы спрашиваете куда мы деваем нашу большую еду и многие из вас думают что мы ее выбрасываем но это не так в основном большую еду мы раздаем нуждающимся а вот например нашу 100 килограммовую конфету феррее роше мы продали на авито я знаю вариант получше я расскажу как вы можете попробовать нашу большую еду и не только ее а множество вкусных ароматных домашних блюд хочу вам показать новое приложение за едой в котором все кто увлекаются готовкой могут разместить объявления о продаже своих любимых блюд если вам лень или некогда готовить а службы доставки еды предлагают слишком маленькие порции за большие деньги то советую вам скачать приложение за едой вы можете выбрать любую категорию еды например блинчики хачапури или соленья и откликнуться на понравившееся объявление у каждого блюда есть фотографии и каждое объявление проходит проверку далее вы связываетесь с продавцом этих блюд и договариваетесь о любом виде доставки в наш вид доставок это абсолютно не проблема получайте свой заказ и наслаждайтесь свежими горячими вкусными блюдами но это работает и в обратную сторону если ты очень любишь готовить и возможно у тебя есть небольшое кулинарное производство ты можешь разместить объявление в приложении за едой и монетизировать свои старания кстати мы тоже разместим объявление нашего любимого сладкого блюда в описании я оставлю ссылку на скачивание приложения за едой наслаждайся вкусами домашними блюдами а я пошел проверять вирусные рецепты чтобы получилось правильное стекло главное соблюсти пропорции на 2 стакана сахара берем 1 стакан воды ставим на средний огонь и ждем 20 минут не трогая а пока займемся насаживанием фруктов на палочки в принципе насадить можно все что угодно в стекло можно упаковать все что подскажет тебе твоя любимая фантазия также подготовим ледяную воду лучше заранее сделать или купить лед и как только твоя карамель загустеет и станет пузыриться ты хватаешь свои палочки и окунаешь их прямо в кастрюльку а потом опускаем в ледяную воду и получаем идеальную стеклянную оболочку пробуем стекло очень мощное стекло я кубничку возьму начинаем если честно есть это сложно потому что у меня все это вязнет в зубах это дикий сахар лет им очень-очень сладко мне не понравилось абсолютно согласна я ставлю этому вирусному рецепту 2 из 10 согласно 2 из 10 но это мне кажется самый самый вирусный рецепт который я только видела выглядит очень просто сыр колбаса сыр колбаса да такая многоэтажность чем-то он полил ну здесь видимо такой кляр и жарит все очень румяно получается красиво брусочек да такой давай проверим можем это есть мне кажется очень жирно никто не подозревает что главная заморочка в этом рецепте это распаковка 20 кусочков сыра да обычно это то что остается за кадром ну а мы покажем вам все что скрыто а потом оказывается что ветчина не подходит по размерам кусочка сыра и приходится ее обрезать в общем чтобы сделать сырное шлеп-шлеп придется как следует помучиться а потом когда ты начинаешь оказывается что сыр и ветчина ложатся неровно и приходится их поправлять и вот наконец-то разогреваем много масла до 170 градусов изначально оказалось что башня развалится потому что ее ничего не держала внутри но оказалось что слои так плотно прилипли друг другу что я абсолютно без труда обваляла сначала в муке потом в яйце и панировочных сухарях получился очень красивый золотистый кубик который мы опустили в раскаленное растительное масло и подержали там минут пять-шесть мне кажется самый вирусный рецепт за последнее время и мы пробуем его впервые разрезаем красиво и не так уж и плохо очень смачно в общем если ты не следишь за печенью если тебе пофигу на себя на свой жир на свою форму готов и накидай сеть 5 10 ну что братишка посмотрел поставь лайк и обязательно напиши в комментарии какие еще вирусные рецепты нам нужно проверить у каких блогеров и возможно мы даже с ними свяжемся если получится позвоним